Всем привет, друзья! Ой, приветики, приветики, приветики! Давно не выходили в прямой эфир. Поверните направо. Так, мы тут приделали детское кресло Робику сзади и едем, ведь мы же лягушки-путешественники. Да, сынок? Да! Вон он там сидит сзади у меня. В общем, знаете, что хотел? Что хотел сказать? Сейчас, кстати, пост по этому поводу написал. Вот. Блин, мне так интересно всегда, это всегда бывает, до какого времени, до какого возраста мы для своих детей, ну вот прям герои. Это же, наверное, не всегда будет. Я просто пытался вспомнить, ну, до какого времени я как бы за своим папой там как хвостик ходил. Блин, в 37 лет уже тяжело это вспомнить, но учитывая, как мой сыночек постоянно, пап, я с тобой, я с тобой, я с тобой, мне выйти просто в машину, открыть что-то взять. Пап, я с тобой, я с тобой. Недавно колесо спустилось, так он мне, блин, помогал там донкрадом поднимать машину, вот, ставить запаску. Ну, и самое главное, что он мне говорит, пап, мне так нравится с тобой, недавно, ну, тоже пост у меня есть в инстаграме, шурпу варили, ну, во дворе там соседи собрались, все, и вот я ему показывал, как костер разжигать. Кто-то может сказать, блин, ты что, мужик, это же опасно, ему же всего-то 5 лет, зачем там, ну, ну, не знаю, меня вот так вот с детства его привлечать там. Каким-то походным условиям, вот, сынок, посмотри, как там колесо надо поменять на машине, в Пятигорске там на рыбалку с ним ездили. Короче, вопрос следующий. Очень многие родители, возможно, они со своей стороны правы, что они прям вот так вот по-хорошему трясутся, и там, ой, вот это нельзя, вот это нельзя, смотри, сынок, опасно, и все остальное. С другой стороны, у меня такая политика, что с детства должен сразу понимать, к чему-то, ну, приучаться к какой-то такой прям мужской самостоятельности. Ну, в общем, что я хотел сказать, что, да, так бывает там, что не всегда там вместе живут, но... оправдывать себя тем, что у меня нету сейчас времени, я там на работе, но я же помогаю деньгами, мне кажется, это не совсем верно. Потому что детям вообще фиолетово, сколько там папа выделяет денег или не выделяет, самое важное, мне кажется, это проводить... Так, сейчас, вот, вот, приостановлю. Извините, пожалуйста, что не могу отвечать, ну, читать, точнее, ваши комментарии, все-таки еду за плем, а сзади жизнь моя едет. Вот, в общем, мне кажется, что истинную ценность вообще слову «любовь» или «люблю» начинаешь понимать тогда, когда есть ребенок. Так что вот так вот. В общем, у меня настроение хорошее, я сейчас в Москве. Время, все, свое время провожу. Через 400 метров, верните на право. Прямо, полтора километра. Так что такие вот дела. Так, да, сынок, закрываем окна. Пылюка полетела, камазист выехал. Такие вот дела. Сейчас вот будем выезжать уже на трассу, я буду, поэтому, прощаться с нашим прямым эфиром. Ну и до скорых встреч. Всем привет, с кем не успел поздороваться, или те, кто только недавно зашли ко мне в прямой эфир. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Всех люблю, всех целую. И до скорой связи. А мне пора включать навигатор.